Добрый день уважаемые коллеги, в свою очередь рада вас приветствовать на нашем мероприятии и позволю в свою очередь подчеркнуть прикладное значение государственного частного партнерства как механизма для решения именно стратегических государственных задач. И для того, чтобы проиллюстрировать именно прикладное значение, я возьму конкретный сектор для применения этого механизма, а сектор именно строительства социального жилья и инфраструктуры для внутренне перемещенных лиц. Как уже сегодня было озвучено, проблема внутренне перемещенных лиц является одной из наиболее значимых для Украины на текущий момент. Почему? Потому что количество внутренне перемещенных лиц возрастает. Если мы имеем на сегодняшний день официально зарегистрированные полтора миллиона лиц, которые не имеют места для проживания и которые зарегистрированы как таковые, то на самом деле проблема имеет гораздо глобальное значение, потому что как минимум 50% лиц, которые нуждаются в жилье в связи с событиями на востоке Украины, они не прошли регистрацию в силу возможно даже некоторых административных препятствий. Эти факты приведены для того, чтобы подчеркнуть значение проблемы, государственной проблемы. Почему же эта проблема на сегодняшний день не имеет достаточных решений и подходов? Мы не видим их, эти решения. Где практические решения для того, чтобы эта проблема прекратила быть проблемой. И на наш взгляд ключевым решением для этой проблемы является внедрение механизмов государственного частного партнерства при строительстве социального жилья и инфраструктуры. На самом деле данные проекты, хотя и являются проектами государственного значения, они потребуют локальное, региональное применение, то есть они подлежат пилотному применению на базе тех или иных областей, для которых данная проблема является более критической по своему значению. Среди таких областей, безусловно, можно выделить Харьковскую область, где проблема внутренне перемещенных лиц является одной из ключевой, Днепропетровскую область, Одесскую область и возможно некоторые другие. Почему же на сегодняшний день мы не видим практических действий по решению этой проблемы? Я задаю себе этот вопрос, я не нахожу откровенно ответа на него. Почему? Возможно проблема в законодательстве, как возможное предположение. Но с другой стороны, на сегодняшний день достаточно сформировано законодательство для того, чтобы предложить практическое решение этой проблемы. Я веду речь о таких законах, как закон о правах и свободах внутренне перемещенных лиц, закон, который регламентирует правовой статус данных субъектов, закон Украины о государственном частном партнерстве, это тот нормативный документ базовый, который дает непосредственные решения для данной проблемы. Я постараюсь далее вам это доказать. Есть закон о регулировании градостроительной деятельности, который четко определяет, как и что необходимо для того, чтобы в кратчайшие сроки, пройдя разрешительный алгоритм, обеспечить возведение необходимого количества жилья и инфраструктуры. Соответственно, проблема, я как юрист в этом убеждена, на самом деле не кроется в законодательстве. Законодательство предоставляет достаточно правовых решений для того, чтобы все запустить в работу. Некоторые вопросы допустимо будет уточнять в процессе договорной работы, в процессе подготовки конкурсной документации. Но это не вопрос проблемы законодательства. Соответственно, проблема кроется не в этом. Соответственно, мы можем предположить, может быть, нет необходимых правовых решений для решения этой проблемы. На самом деле, благодаря поддержке программы государственного частного партнерства USD, был разработан достаточно детальный алгоритм действий по реализации проекта, пилотного проекта строительства социального жилья для внутренне перемещенных лиц на условиях государственного частного партнерства. Я его вкратце презентую для чего? Для того, чтобы было понятно, что на самом деле даже в этих рамках можно обеспечить прохождение этого алгоритма действий и достичь цели, а именно решить эту проблему. В чем же заключается алгоритм? Алгоритм, если вкратце его рассматривать, сводится к следующим. Первый этап. Первый этап, он на самом деле самый сложный. И именно отсутствие этого этапа тормозит непосредственно достижение цели. Первый этап – это инициатива. Необходимо, чтобы появился инициатор. Кто же может выступить инициатором такого проекта? На мой взгляд, наиболее оптимальным инициатором является орган местного самоуправления. Даже не частный партнер, который потенциально тоже наделен правами для инициирования подобных проектов. Какую же мы инициативу ждем от органа местного самоуправления или областной администрации, если проект будет реализовываться за пределами населенного пункта? Мы видим эту инициативу в виде принятия решения о признании данного проекта как проекта, подлежащего реализации на условиях государственного частного партнерства. Достаточно решения органа местного самоуправления с необходимым технико-экономическим обоснованием, чтобы дать толчок этому проекту. Это всего лишь первый этап, но он наиболее понятен и наиболее реализуем. Второй этап, после того, как будет утвержден перечень проектов, в которые войдет проект строительства социального жилья и инфраструктуры для внутренних перемещенных лиц, вторым этапом является анализ эффективности реализации данного проекта на условиях PPP. То есть этап, который должен дать ответ на вопрос, а имеет ли смысл применять государственное частное партнерство именно для этого проекта? Позволит ли это достичь более высоких технико-экономических параметров при решении государственной проблемы или региональной проблемы? Или все же лучше реализовывать этот проект за счет бюджетных средств или альтернативных источников финансирования? Соответственно, вот этот крайне важный этап, который следует отметить является исключительной прерогативой PPP проектов, ни один другой механизм, ни приватизация, ни закупки за государственные средства не содержат этого сравнительного анализа, который дает объективный ответ на вопрос, а целесообразно ли идти по тому или по другому пути. Соответственно, вторым этапом является анализ эффективности. Третий этап по результату получения позитивного решения в рамках анализа эффективности – это создание коммунального предприятия, на которого будет произведен отвод земельных участков для цели реализации проекта. То есть, почему коммунальное предприятие? Чтобы это коммунальное предприятие в последующем стало заказчиком строительства, на себя получало разрешительные документы, и как следствие то, что будет построено, стало коммунальной собственностью. Но после создания этого специального коммунального предприятия для цели реализации этого проекта будет непосредственно и проводиться уже конкурс на выбор частного партнера. И частный партнер, привлекаемый в проект муниципалитетом, будет финансировать и управлять проектом, будучи заинтересованным в части возмещения вложенных инвестиций путем приобретения в собственность возможной коммерческой недвижимости, создаваемой в рамках этого проекта. Для этого есть определенные правовые решения, которые позволяют, например, частному инвестору достичь возмещения инвестиций посредством приобретения в собственность коммерческой недвижимости. На сегодняшний день действующая редакция закона в целом не позволяет это сделать в рамках проекта ППП. Но нет законодательного запрета на комбинацию нескольких договоров, например, договора о комплексной застройке, как договора, на базе которого будет реализовываться проект, и инвестиционного договора, который позволит возместить инвестиции частного партнера. Я этот момент привела для того, чтобы подчеркнуть многоградность тех решений, которые дает на сегодняшний день законодательство. И не стоит ожидать последующих улучшений и тем самым тормозить достижение этой важной социальной, гуманитарной задачи обеспечения жильем наших соотечественников. Поэтому, пройдя эти этапы, в частности, получив результаты конкурса, мы получаем частного партнера. Заключает муниципалитет с частным партнером договор. Да, государственное частное партнерство, к сожалению, это просто договор в наших реальностях. Но и этого будет достаточно, потому что благодаря закону о регулировании градостроительной деятельности мы понимаем, что таким договором может быть договор о комплексной застройке. Уникальное правовое явление, которое позволяет осуществлять более сбалансированную застройку, возлагает на заказчика строительство обязательства по строительству инфраструктуры. То есть это не будет просто дом в поле без инфраструктуры и без надлежащих условий для жилья. Кстати, многие переселенцы очень озабочены проблемой того, что их хотят отселять за пределы населенных пунктов в условиях, которые абсолютно непригодны для проживания. Это проблема, над которой тоже нужно работать. И, соответственно, именно механизм комплексной застройки позволяет более сбалансированно подойти к решению этого вопроса. И в итоге по результату строительства социального жилья предполагается, что оно будет передаваться в аренду тем лицам, которые в нем нуждаются, ну а именно внутренне перемещенным лицам. И именно на условиях аренды использование такого жилья именно и предусмотрено законом Украины о правах и свободах внутренне перемещенных лиц. Я попыталась максимально вкратце, учитывая лимит времени, проиллюстрировать реальность этого алгоритма действия. На самом деле на сегодняшний день разработана программа на более чем 40 страницах, которая детально регламентирует все действия для достижения этой цели. Возникает опять же тот вопрос, с которого начала я. Почему же нет никаких сдвигов по направлению к решению этого проблемы? Может быть нет заинтересованных частных партнеров? Из своего опыта могу сказать, что они есть, и даже между ними есть определенная конкуренция за право в реализации этих проектов. Тогда в чем вопрос? Я оставляю этот вопрос как риторический, потому что имею свои предположения относительно того, почему не работает вполне рабочий прикладной механизм. Но пускай этот вопрос будет риторический, и каждый из нас попробует найти свой ответ на него. Может быть, найдя этот ответ, мы сделаем первый шаг для того, чтобы преодолеть эти барьеры, которые есть для реализации этих проектов на сегодняшний день. Благодарю вас за внимание, и желаю удачи в реализации проектов государственного частного партнерства.